Консультантально-интересно ориентированный психолог Экушерка, консультант по крутому вскармливанию, тренер, президент общественной организации Социальной психологической поддержки семьи РОДАЛАД. Добрый вечер, с вами. Сегодня у нас продолжение работы. Я предлагаю сегодня мастер-класс по игрушкам, по расстановке на игрушках. Вы наверняка слышали часто в своей жизни, люди говорят, мы связаны, да? Мы какими-то связаны, те, что связаны с кем-то. Как вот эти связи, как то, что происходило в семье, в родительской семье до трех лет, отражается на всей вашей жизни. Это отражается на том, как вы создаете семью, как вы работаете, кем, в каком коллективе, на ваших начальниках и на ваших подчиненных. Это отражается на ваших детях. Все это можно посмотреть через игрушки, в безопасном пространстве, арт-терапия, ассоциативный метод. Приходите, будем расставлять. АПЛОДИСМЕНТЫ Это очень хорошая методика, очень интересная. Сама я тоже обучалась. Меня всегда удивляет, как она работает классно. Сазонов Сергей, Кадырова Виктория, Ткачук, Руслан, Вергилес, Екатерина, Алена Подлисна. Значит, Сазонов Сергей психиатр. И поддержки санитаров только приходят на фест. Ну, можно оплачивать, можно. Гешталь-терапевты хорошо обученные и пролеченные. Их рекламки висят на всех углах. После этого фестиваля все вместе пойдем к ним на конференцию по гештальту. Спасибо. Друзья, у нас тут Сазонов, как вы видите, не наблюдается. Так вот, его не наблюдается временно. Он опаздывает, но опаздывает он на линейку. Он буквально там в нескольких считанных двух, трех или четырех минутах на подъете. Поэтому обещанный Сазонов таки будет. Чем будет кроме Сазонов? У нас сейчас будет, начинается сегодня вот первая из цикла терапевтических встреч. Это нас, значит, несколько ведущих. Мы будем меняться по ходу от встречи к встрече. И мы будем каждый со своей какой-то темой. Мы ее вам будем говорить и распределяться по разным углам большого помещения. А вы будете выбирать, к кому вы хотите прийти сегодня. И у нас будет работа по нашим незаявленным темам. Или вы можете, если не попала тема, заявить какой-то свой запрос. А я вот к тебе хочу, но тема у меня другая. Я вот про это и про это хочу. Так что вот примерно такое мероприятие намечается. Вы приходите. Доброе вечер, друзья, еще раз. Да, будет Гештаг, будет. Буду я, будет. Виктория, будет Сергей Сазонов. Может быть, будет кто-то еще. Работа по вашим запросам, другие темы. Времени хватит. Места хватит всем. Спасибо. А где мы будем, Катри? Это большая? Да. Катри. У Руслана Ткачука вчера был день рождения. Давайте поздравим Руслана. Позвольте, я сегодня рождения. Пусть у тебя всегда будут хорошие клиенты. Пусть твой проект процветает. Пусть в Николаеве и Штаг процветают. Приезжать нам в гости. Спасибо тебе за то, что ты с нами. Спасибо, что ты в пятом углу был на морском фестивале. Фестиваль был такой насыщенный. С днем рождения. Виктория Абаева. Практический психолог, юрист, автор тренинга, ведущая психологических и финансовых игр. Комнич-консультант. Спасибо. Добрый вечер. Сегодня я представляю второй мастер-класс, который связан с деньгами. Это будет финансовая игра «Криссивные бега. Часть первая». Кто знаком с ней, приходите. Кто не знаком, в двух словах. Это прототип игры «Гэш-флоу» Роберта Киосаки, но только адаптированная украинская версия. Что будет на игре? Во-первых, интересно. Во-вторых, я как практический психолог использую ее для того, чтобы выявить какие-то стереотипы мышления у людей, какие-то шаблоны, то, что ограничивает человека от того, чтобы он видел дополнительные пути заработка. То есть, если вы хотите расшириться в шире в своей деятельности, если вы хотите добиться чего-то большего, пожалуйста, приходите. Будет без слез, но не без инсайдов. Приходим, прорабатываем, но для эффективной работы максимум 7 человек могу взять. Все, мы по аудитории. 56-я аудитория. Игорь Адашевский отстрелялся вчера. Так. Богданов Алексей с мафией. Переиграли его вчера с крысиной. А, он пошел к Кабаевой Виктории на тренинг. Василий Шишкин и Вадим Зицер. Здравствуйте. Еще раз давали. Зицер на подлете. Тоже звонил, говорил, что может чуть-чуть задержаться. Но все, кто хочет попасть к нему на мастер-класс, приходите к нам в драм-зону. Там 34-я аудитория. Мы всегда рады вас видеть. И Зицер уже будет там, если он не успеет сюда. Так что, у кого есть желание, у кого есть намерение поучить игре на восточных барабанах, добро пожаловать. Сергей Истомин. Йог, массажист, музыкант. Специалист по массажу. Очень хороший специалист. Вот, искренне рекомендую. Приветствую вас. Сегодняшний мастер-класс под названием «Раскрытие голоса и слуха». Мы будем звучать и петь. При этом не имеет значения уровень и степень вашей подготовленности. И слух, и голос — это одно и то же. Подтягивая что-то одно, вы учитесь и этому другому, как две неразрывные вещи. И этот мастер-класс на более тонкий, через звучание, раскрытие. В голосе абсолютно всё слышно, абсолютно вся информация. И непосредственно о вашем настроении всё происходит в вашем голосе. Раскрывая голос, вы проявляете внутреннюю силу, которая чувствуется через этот голос. А раскрывая слух, вы начинаете слышать других людей. И не совсем слова, а то, что они подразумевают. Потому что в голосе тут же проявляется ритм вашего сердца, как вы дышите и какое у вас намерение. Всё это проявляется тут. Это будет в 43-й аудитории, это некая йога голоса. То есть работа телесная. Сергей Истомин, 43-я. Константин, создатель. Поднимись, пожалуйста, в конференц-зал. Ты меня слышишь? Костя. Денис, материализуй это тело, пожалуйста. Он задолбал, не приходит на линейку. Пожалуйста. И передай ему привет. А то, скажи, будь я один в микрофон, будет рассказывать истории про него. Я столько уже про тренеров знаю. Вы все не представляете, уже давно у меня была пора. На самом деле, я еще анкеты собираю у людей. Собираю анкеты, как они относятся к тренерам. Это очень интересно. Волонтерушки рассказывают, как тренеры ведут себя в быту. Кого обижают, как обижают. Кто себя хорошо ведет. Кто действительно хороший мастер, тоже рассказывают. Так. Анна Шубина, путешественница. Добрый вечер. Постараюсь кратко, так как просили всех, кратко излагать информацию. Кого интересует Индия, путешествия по Индии, интересные места, приходите на мастер-класс. Сейчас скажут, где будет. Еще был запрос, как искать недорогие билеты в Индию. Это тоже будет. И также могу рассказать, как можно бюджетно путешествовать. И можно присоединиться также к небольшой группе. Для этого есть сейчас хорошие предпосылки. Есть хорошие цены на авиабилеты. И если вы едете, еще есть у вас компаньон, то выделите расходы на проживание в гостинице. Попал, что в плюс. То есть не платите сами. А кого интересует более подробная информация, есть у меня такое практическое пособие. Это моя авторская книжечка по путешествия по Индии. Рекомендации. Подходите, смотрите. Расскажу более подробно. Спасибо. 63-я аудитория. Вот у человека есть с чего получиться. Значит, удалось из Индии долететь за 150 долларов. Через сайт, сейчас скажу, Турдом называется. Ишцакактур.дом.ру Да, там сейчас тоже за 150 полетишь. О, как. Вот и рекомендую, если вы хотите путешествовать, так, чтобы там было дешевле, чем здесь. Хотя я уже, что я понимаю, что здесь вообще даже дешевле, чем в Камбодже. Можно, да, расспросить Анну. Скоро зима, а там тепло. Евгения Бутенко. Волшебница. Мастер Рун. Добрый вечер, товарищ. Сегодня я приглашаю вас на мастер-класс «Практическое ясновидение экстрасенсориков». Что будет на мастер-классе? Будем учиться, видеть, чувствовать. Почувствует каждый. Открою свои маленькие секретики. На какие кнопки нужно нажимать, чтобы открыть себе сверхспособности. Жду вас в 40-м аудитории. Бутенко Левина в 40. Константин Создатель, который так хорошо лампанил и крутил на улице, пока я его не вырвала из его ништяков, и не привела к вам в зал, чтобы вы его увидели. Ты уже пропустил, наверное, штук и три выступления Диггинских по программке. Без огня? Без огня. Ну, здесь. Мы тут ветками могли делать. А, классно, да. Значит, смотрите, вот на этого человека посмотрите. Мне очень нравится, когда люди используют мой фестиваль для своего роста. Вот Костя завелся огняно-фестиваль в каком году? Очень давно. Давно завелся. Да, освоил мастерство работы с огнем, то есть с огненным реквизитом. Сейчас этот человек – организатор очень крупного фестиваля «Огня» в Харькове. Давайте похлопаем. Группа «Антика». Василий Шишкин завелся на фестиваль где-то в восьмом году, по-моему. Сейчас у человека школа, барабанная школа. Давайте похлопаем Василию. Кроме того, очень хорошая, качественная работа у него в методе томатотерапии, который сейчас будут показывать. Очень рекомендую. Костя, расскажи об этом. Всем привет. Я рад всех видеть. Вы все-таки веселые. Мы будем, я и еще друг мой, который из Индиго, будем на улице крутить бой. Катать шарики, приходите и покажем вам всякие штуки веселые. Еще у нас будет… Ого, как громко. Еще у нас будет фестиваль «Огня» в июне. Вторая неделя, это не скоро, но я вам сейчас сказал. И однажды вы еще раз услышите это и подумайте. Где-то я это уже слышал, надо обязательно прийти на фестиваль «Огня» 12 июня в Харькове. Приходите на улицу, пообщаемся, покрутим, покажу элементы какие-нибудь интересные. Спасибо большое. Костя, у нас есть фестиваль «Огня». Есть такая штука, светал, которая выдыхаем, с ней там задирочка небольшая. Произошла, но он будет. И мы будем пить светал и дышать им огнем. Наши прекрасные, самые лучшие, самые классные фотографы. Нас будут фоткать, и обычные люди, многие из вас, будут иметь фотографии с огнем, там, где они дышат, такое большое красивое пламя. Но это не сейчас, да. Спасибо, мы будем вас держать в курсе. Костя будет на улице, на улице, возле входа. Еще Костя устраивает для жителей города. Иногда по вечерам фаер-шоу возле оперного. Давайте похлопаем человеку, организовать. То есть люди могут просто любоваться этим. Очень красиво, очень душевно там приходишь на свои встречи. Спасибо, Костя. Дмитрий Толганчук. Психолог Хироман Тезатирик. Здравствуйте, Валя. Я хочу сразу поблагодарить Татьяну Бутятину за то, что она собирает таких очень интересных, ярких и классных людей. Я хочу попросить вас похлопать Татьяне. И похлопайте сами себе за то, что вы как-то здесь. Я сегодня читаю лекцию, тренинг. Все будет на практике. Все буду показывать, рассказывать. Это будут исцеляющие мудрые. Будем разбирать, как правильно строить руперскую козу, как правильно входить в тантру и все остальное. Приглашаю, пожалуйста, на свой тренинг. Аудитория какая? Аудитория 42. Ирина Евтухова. Мастер рейки 2-й ступени индийской школы рейки. Здравствуйте. Индийская школа рейки. Я Евтухова Ирина. Практик более пяти лет. Приглашаю вас на мастер-класс, научиться, писать свои желания, чтобы они у вас бывались, найти свой смысл жизни и силу аффирмации, понять, принять и впустить в свою жизнь. Жду вас. 68-я аудитория. Сергей Емельянов. Руководитель Харьковского центра системы духовного обучения «Сердечность». Я представляю современную систему развития сердечного пространства, которая основана на раджа-йоге. Это максимальная адаптация к современным условиям. Мы не бросаем мирскую жизнь, семью, работу, город. Мы живем здесь, находимся и развиваем наше сердце. Все очень просто, понятно и доступно. Нормализуя нашу деятельность ума, мы используем как инструмент для развития сердца. Спасибо. 45-я аудитория. 45. Наталья Апуляева, гранд-мастер системы рейки, народный целитель, магистр нетрадиционной медицины. Добрый вечер. Я вчера вам признала, что я человек улюбленный. И что мы любим, мы хотим приблизить к себе и исследовать. Вот вчера мы человека исследовали, сегодня будем так, энергетические практики, которые разрезают энергетику человека. Что-то покопались там, потом зашили, чтобы кишки до вечера не выпали. Ну, у кого чего болит, приходите, вырежем, зашьем. Живые останетесь. Большая красочная описание. Надо 33-е будут кишки. Тёмный Сергей. Он же Сергей Дороган. Второй локтюр. Проговоритель школы странствующего. Здравствуйте. Ну, а мы с вами сейчас здоровались. В общем, ничего нового. У меня продолжение к вам мастер-класса. Я нахожусь на четвертом этаже. Второй, эстетические практики. Гадаю, предсказываю, корректирую. Слушай, хотите там, который такой стоит. Вам тут везде висит. Я думаю, это не подходите. Вот, кто хочет узнать, как я это делаю, пожалуйста, приходите сейчас на мастер-класс. 54-я комната. Сергей Дороган, 47-я комната. 47-я комната. Алексей Богданов, Кышлум. Всем привет. Да, у нас, я привел, я обычно провожу здесь игры в мафию. Сегодня я привез вам другую необычную игру. Это будет бизнес-игра. Кышлова лекарственная бега. Она связана непосредственно с бизнесом, то есть там духовной практики. Конечно, должно можно проработать, но больше такие бизнес, какие-то модели. Давайте так вот, чтобы я понимал, у кого есть свой бизнес, могли бы поднять руки в зале, какие-то свои проекты. А кто бы хотел какой-то запустить свой проект или бизнес? Я не знаю, для кого проводить эту игру, если есть кто-то ее хочет. Смотрите, Эш, что будет на этой игре? Можно вам выдастся в профессия и определенная сумма денег. И игра будет моделировать нашу жизнь, но гораздо быстрее. То есть вы сможете попробовать запустить свой бизнес, какие-то там стартапы делать. Очень интересная игра. Количество людей ограничено, около 6 человек. Если кто-то хочет задать вопрос, подойдите ко мне, я буду здесь. Игра действительно стоит того, чтобы попробовать сыграть мне. Тем, кому это интересно. Все, спасибо. 44-я будет игра. 44-я. У меня есть телефон Samsung. Забытый в 51-й комнате. Есть женская сумочка. А мужская сумочка? Сумка ушла. Остался телефон Samsung. Так. Евгений Кирбаба. Бизнес-тренер по коммуникациям и продажам. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы уникальные люди, потому что в воскресенье, прекрасный, солнечный, теплый день, вы нашли время для собственного развития и совершенствования. Вместе с Дмитрием Михайловичем мы создали студию ораторского мастерства и здесь как раз ее представляем. Мы помогаем людям обрести навык говорить красиво, а также выступать публично, уверенно и с удовольствием. Даже если вы раньше этого не делали. На мастер-классе будет 90% практики. Также будут подарки от нашей студии ораторского мастерства. Но, собственно, аудитория очень сложно ее найти. Вам просто не нужно выходить из зала, и все. И это будет наша с вами аудитория. Есть сцена, и здесь мы будем с вами практиковать. До встречи на мастер-классе. Евгений Кирбаба здесь. Юлия Мироненко, психолог, тренер, коуч, руководитель обучающего центра «Территория роста». Добрый вечер, Тавали. Сегодня мастер-класс тоже для женщин, но не для всех. Для тех, которые хотят научиться совмещать в своей жизни свою реализацию как женщины и свою самореализацию. Если для вас это важно, и вы хотите много успевать, но при этом успевать не периодически, а уложить это все в систему. На мастер-классе будет, я вам дам такой, ежедневник личного развития, который, в общем, когда-то спас меня, и сейчас я даю его в своих программах, и он дает хорошие результаты. Я дам систему, дам, как ей пользоваться, мы начнем что-то делать, и, в общем, эта штука работает, если у вас есть желание поработать над собой, потому что нужно будет думать. Да, уже вечер, я не знаю, как вы хотите. И приходите. Спасибо. 41-я аудитория. Борислав Хамуленко. Тренер Украинского института системных расстановок. Всем привет. Я бы сейчас хотел презентовать мастер-класс по использованию гипнотических феноменов в психотерапевтической практике. Обычно в практике гипнотерапии применяются самые элементарные гипнофеномены, и то, ну, мягко говоря, не всегда. Существуют такие экзотические практики, как каталитический мозг, звание ингаллюцинирования, отрицательные ингаллюцинации, которые могут создавать очень много, примерно, сценических гипнотерапевтов, но интеграция данных феноменов именно в практике терапии встречается ультра-ултра редко. На мастер-классе мы поговорим о том, как данные практики экзотические можно интегрировать, как специфические метафоры, которые можно устраивать в сознании человека, который пришел к вам за помощью. Ну, в практике психотерапии приходите, будет интересно. Спасибо. 52-я аудитория. Василий Шишкин. Коротко ясно. Еще раз здравствуйте. Сейчас все-таки будет долгожданный мастер-класс по тонатотерапии. Кто знает, поднимите руки. Что это такое? О, пару человек знают. Значит, это телесно ориентированный метод, направленный на тотальное расслабление, то есть то, которое вы не можете получить в жизни. Там, сон и все остальное не может вас настолько расслабить, насколько мы постараемся вас расслабить именно непосредственно на мастер-классе, ну, либо же на терапии, если вы придете уже на личную терапию. Вот. То есть это будет практический мастер-класс, где мы будем учиться непосредственным методом, как с помощью несложных приемов добиться тотального расслабления. Кто устал, кто уже перегрузил свой мозг и хочет отдохнуть, набраться сил, расслабить какие-то свои блоки. Приходите, буду рад видеть. Я думаю, хорошо поработаем. Вот. И я уже вижу, пришел, наконец-то, Вадим Зицер. Да, так что мастер-класс будет. Замечательный барабанщик, мой друг. Я тебя далеко не отпускаю. Я серьезно. Друзья, у меня сегодня будет мастер-класс по восточным барабанам. К сожалению, я быстро пришел, не успел взять барабан. Хотел бы сейчас немножко до лета попробовать без барабана. Направлением мастер-класса будет импровизация. То есть, кто-нибудь в музыкальной школе учился? Поднимите руку. А сколько часов в году вы посвящали в музыкальной школе изучению импровизации? Кто-то больше руля? Вот так. Значит, друзья, это будет, возможно, для вас новый опыт по импровизации. Давайте хоть немножко попробуем. Мы сейчас нам, Вася, поможет. Вася, бери микро. Дум-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум-так-дум- Да, это взрослые люди. Я-я-я. Так-а-так-а-так-а-так-а-так. Валя. Так-а-так-а-так-а-так-а-так. Все это было видно. Так-а-так-а-так-а-так-а-так. И... А больше прочее. И пауза. Три. И пауза. Мы. Я-я-я-так-а-так-а-так... Я-я-я-так-а-так-а-так-а-так... Без паузы. И еще Води, визитая Друзья, есть там около 10 барабанов У кого нет своего барабана, можно взять на прокат Приходите, 34-я аудитория Благодарю Води, визитер 34 Тут у меня в программке вместе с Василием Шишкиным Есть Евгений Шевченко Вот 10 дней назад у него родился сыночек Давайте ему по-клубу Так, прошу Шишкин Я сейчас скажу, что вы все туда пойдете 49 Да, там с карематами 49, 49, а аудитория там в карематике Правильно? Там карематы Карематы написаны Я всех объявила Роман Ага По программе идем Дмитрий Краснов Он же уму президент Здравствуйте Надо всех видеть Чтобы получить новый опыт Ну, можно, конечно, получить шторез Или прийти на фестиваль На фестивале, собственно, о чем Магическая керамика ому Это метод создавать предмет товарища Из глины Вот я сейчас, когда Ребята показывают Этот замечательный опыт Объединения всех разных В одно существо Которое вот так вот живет и музицирует Когда мы мнем глину И вообще, когда трогаем глину Происходит нечто подобное Возможно, потому, что глина Это тот материал, из которого состоит земля На которой мы находимся И, в общем-то, частью проекции Которой мы являемся На мастер-классе я покажу Всем, как наладить контакт с предметом товарища Причем это не обязательно Может быть, это будет все что угодно И будет еще часть мастер-класса Она будет с материалами, с формами И поэтому платная 40 гривен она стоит Мы сделаем пять предметов Пять мировоззренческих конструкций Своими руками вы сделаете Посмотрите, как они В общем, как это делается Почувствуете все собой Да, здесь, как бы, занимаясь Пиориумом, мы признаем, что Нету других ощущений, кроме телесных Все, что мы чувствуем Так или иначе, локализовано в теле Глина помогает сделать это ощущение объемным И рассмотреть его более подробно Да, и все предметы, которые вы сделаете Так как мы находимся в Харькове Можно будет, ну, как передать на обжиг И через день получить уже готовые Пожженные свои собственные вещи Все, всех жду На четвертом этаже 48-я аудитория Или рядом там у нас Стенд с керамикой В общем, так получится Так и сделаем Там и стол понадобится И, извините, приходим Краснов Омад Дмитрий, 48-й Перепишите, пожалуйста Все комнаты Я пошутила Юлия Миройненко, К2 К2 я переставила Евгений Швет Здравствуйте, дорогие друзья Рад приветствовать вас на осеннем таване Что вы такие смелые пришли Не испугались холода и голода Приглашаю вас в 55-ю комнату На пятом этаже Поиграть в игру Лилу Чакра Это новая, ну, как Адопционная игра В современном условии То есть она играется по цели Если кто-то хочет вот это просветление Это не проект Тут вы познакомитесь со своим подсознанием И это поможет вам добиться каких-то целей Ну, достижения своих целей Ну, что вас Для самых стойких Мастер-класс будет о здоровом питании Но не о том, о чем вы привыкли слушать Будет о психологических и духовных аспектах здорового питания Меня пригласили в один проект Связанный с питанием И я никогда этой темой не интересовался Но когда я посмотрел то, что в интернете И какие тренинги читаются Я увидел очень большую узость Все интересуются калориями, похудением, сыроедением Очень слабо представлены те моменты Что многим не нужно переходить на сыроедение И даже на вегетарианство Они еще не готовы Запад переходил в свое время на кучу диет И, например, уменьшал уровень холестерина Это вылезло в кучу психологических проблем Наш организм это целостная штука И вы понимаете, пост это не диета Все новомодные диеты Они корнями уходят в духовные традиции Но всегда и на западе и на востоке Те, кто занимался постом Пост это не только ограничение в питании Это еще ограничение в эмоциях, желаниях Молитвы, медитации и прочие другие вещи Если вы только меняете питание, режим питания Не важно, хотите вы похудеть или перейти на вегетарианство Но не учитываете ряд других моментов А тут правила они не учитываются Рано или поздно будет беда Что и происходит Нельзя со своим телом И тем более со своей психикой и душой шутить Диета должна входить очень органично в нашу жизнь Если вы чего-то там хотите И, к сожалению, опыт даже многих сыроедов Показывает то, что у них временами пашка начинает рвать К примеру Или не всем даже отказ от мяса можем Вы услышите на этом мастер-классе то, что в интернете практически нет Смею вас в этом уверен Здоровое питание, психо-духовные аспекты Роман Бурлака, 41-я аудитория Роман Бурлака, 41-я аудитория Вот сейчас в этом углу стоит замечательная девушка Зовут Лена Привет, Лена Вот это Лена с 2000-го года отвечает на вопросы людей Которые звонят по фестивалю Лена Куринина, давайте по попам Виталий Сезоненко, тренер-инструктор Добрый день всем Сегодня я вам расскажу о том, что нужно с собой брать в лес Что я с собой беру, я вам это покажу Расскажу о том, с чем я разжигаю костер Какие костры бывают Такие костры горят очень долго Расскажу, как выйти из-за своего заблудения И расскажу, как звать жилье Будут интересны многие фишки, которые используют туристы А в этом тоже все буду рассказывать Сейчас узнаем, какая аудитория 61, 6-й этаж Так, объявление от начальника охраны Подождите Объявление от начальника охраны У нас на территории есть некоторые личности У нас на территории есть некоторые личности Которые теряют свои бэджики Или же куда-то их подальше прячут Наверное, это я должна была сказать Собственно, что я хотела сказать Пожалуйста, носите ваши бэджики на видном месте Вот, например, как это делает Вася Вот, очень хорошо он это делает А если же вы бэджики все-таки потеряли То все будет очень грустно Поскольку вам придется заново оплатить Ваше нахождение на фестивале Ваш бэдж – это ваш пропуск на территорию фестиваля Пожалуйста, не теряйте его и носите на видном месте Спасибо Сегодня вечером будет концерт Замечательного, очень-очень мною любимого парта Игоря Березюка Игорь Березюк Зажигательные, горячие, душевные действия Этот человек действительно наполняет таким внутренним светом Теплотой, добротой, вдохновением, радостью Жду вас здесь в 19.30 Вечером будет также после мастер-классов Динамическая группа, на которой можно будет собраться Обсудить свои впечатления о брошенном теме Динамическая группа будет К2 К2 Фаер-шоу сегодня будет Будет фаер-шоу Сейчас еще раз проверим атмосферу Если можно здесь, если нельзя, через дорогу Аня Яченко отвечает за фаер-шоу Аня Яченко отвечает за фаер-шоу Я всех объявила, да? Так Гирж Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!